всем привет с вами я василий емельяненко мы готовим то бишь я готовлю а вы смотрите как я готовлю котлетки котлеты делать будем классические говядина свинина такие котлеты конечно же делали все но есть куча нюансов на которые многие внимание не обращают и зря нам понадобится свинина и говядина поглядите свинины я взял больше здесь 700 граммов говядина 500 граммов я взял свинину жирком как вы видите здесь белые кусочки так жирок а вот это вот обжаренный без масла лук который я тоже прокрутил на мясорубку вот здесь у меня мякиш батона я его залива молоком здесь 100 граммов мякиша 150 миллилитров молока я вливаю сюда для того чтобы он размок пока батон замачивается мы должны будем посолить поперчить фарш важно знать что соли не жалейте понятно что я не склоняю вас к пересолу но очень важный фактор это соль если соли достаточно котлеты вкуснее гораздо смотрите у меня здесь четыре вида перца белый красный зеленый розовый перцем тоже не жалейте потому что четыре вида перца подчеркивают на всех этапах все ароматические составляющие мяса конечно если у вас только черный перец и вы не хотите бежать в магазин за такой шикарной смесью безусловно добавлять только черное только его должно быть очень много важный ингредиент это мускатный орех потому что именно он создает дополнительную нотку но и как только мы добавили мускат не забываем что нам нужно добавить сюда бекон ибо я говорил что у нас котлетки классические но как бы там ни было мы должны внести что-то такое что сделает наши котлеты гораздо вкуснее чем они были вчера запах копчения даже самого равнодушного человека котлетам заставит пересмотреть свой взгляд к бекону здесь примерно где-то около 80 граммов не больше на весь объем нам нужно сюда перемолоть хлеб как я уже сказал фарш и мякоть мы высыпаем в чашку там где у нас уже была свинина которую мы частично приправили сейчас кто-то из вас скажет он не добавил чеснока как же так мы добавляем чеснок именно поэтому у 8 человек из 10 попробовавших котлет чесноком изжога изжога возникает от того когда чеснок добавляют в котлеты это нужно знать и помнить всегда перемешиваем тщательно руками фарш поэтому я сразу же одел перчатки чтобы потом узнать повара очень ленивые люди мешают все в перчатках для того чтобы потом не мыть руки что нужно знать и выяснить в первую очередь хорошо ли приправлен фарш всегда проводите тест для того чтобы понять достаточно ли хорош у вас фарш так я думаю котлетки готова теперь мы должны разломить посмотреть все прожарены прожарены теперь мы должны попробуйте запах шикарный нежнятина такая я в шоке соли перца достаточно смотрите котлетки большие не лепите начало это сложно прожаривать небольшие котлетчики такие кругленькие сделали все делаете в перчатках перчаткам фарш не прилипает немножко нужно сделать вот такой вот выемку внутри чтобы во время закипания жидкости в самой котлете котлета не вздувалась важно знать самый главный успех сочных котлет после легкой обжарки вы их обязаны выложить на противень и доготовить духовке потому что если вы все время будете жарить их на сковороде котлеты высохнут поэтому в ресторанах всегда котлеты сочные и убираем котлетки в духовку градусов 180 котлет это у нас эх хороши видите вода из них начала выходить то бишь сок который у нас есть в мясе это значит что котлеты уже готовы потому что пока они не готовы вода из них не начинает выходить и смотрите у нас в тех местах где есть какая-то ложбиночка да мы видим что сок из котлеты выходит белый прозрачный это значит что они сто процентов готовы дорогие друзья как бы это банально не звучало но шикарные котлеты это шикарное блюдо приятного аппетита с вами я василий мельяненко приготовлю ваше настроение